Технические достижения последних лет в области астрономии не остановились. Важные открытия, такие как первая фотография черной дыры, показывают, что в нашей Вселенной все еще есть множество неизученных объектов и явлений. Согласно экстраполяциям астрофизиков, в космосе в одном только Млечном Пути, вероятно, находится около 100 миллиардов галактик, и столько же планет, о существовании которых мы еще не узнали. Часть Вселенной, которую могут видеть люди, напоминает крошечный кусочек пазла, который исследователи веками собирали по кусочкам. Даже известная нам Солнечная система не была полностью исследована, как видно из открытия возможной карликовой планеты Фараут всего два года назад, или из дискуссии о газе в атмосфере Венеры, который может указывать на наличие жизни. В течение нескольких лет исследователи также размышляли о возможности появления другой планеты в нашей Солнечной системе. После того, как Плутон лишился статуса планеты, их насчитали восемь. Новейшие результаты исследований в Калифорнии позволили энтузиастам астрономии снова рассмотреть возможность того, что на самом деле существует математическое доказательство наличия девятой планеты в нашей Солнечной системе. Если вам нравятся наши видео, поддержите нас, пожалуйста, нажав на иконку с большим пальцем вверх. А также подпишитесь на Simply Space и следите за появлением новинок, которые мы для вас готовим. В истории астрономии существование планеты было предсказано, прежде чем это было окончательно доказано наблюдениями в телескоп. То же самое было и с газовым гигантом Нептуном, положение которого было предсказано математическими расчетами французом Урбеном Леверье на основе орбитальных несоответствий между наблюдаемой орбитой Урана и тем, какой она должна была быть. Еще за сотни лет до этого Галилей наблюдал эту планету среди других, но не признал и не принимал ее за планету, в результате чего она вновь была предана забвению. Леверье написал письмо немецкому астроному Иоганну Готфриду Галли. Тот занимался поисками предполагаемого объекта и смог подтвердить расчеты Леверье. Таким образом, существование Нептуна было доказано. В наши дни в течение некоторого времени также высказывались предположения о том, что в нашей Солнечной системе может существовать неизвестная девятая планета – планета Икс. Еще до открытия Плутона в XIX веке существовали первое предположение о том, что объект должен находиться за пределами Нептуна. Между тем, говорилось даже о трех других планетах. Долгое время эти мнения оставались безосновательными. Два ученых – Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического университета, ведущего университета в области инженерных и естественных наук, наконец представили математические доказательства того, что указанная девятая планета должна существовать. Что такое планета Икс? Планета Икс – это гипотетическая планета, которая вращается далеко позади карликовой планеты Плутон, поэтому ее раньше называли Трансплутон. Два исследователя предполагают, что объект должен иметь массу, равную десятиземным. Он также имеет очень длинную орбиту вращения вокруг Солнца, в то время как наша Земля обращается вокруг Солнца за 365 дней, планете Икс потребуется не менее 10 тысяч, а в крайних случаях до 20 тысяч земных лет для обращения вокруг центральной звезды. Для сравнения, планете Непту, наиболее удаленной от Солнца, требуется около 165 земных лет, чтобы совершить полный оборот по орбите, в то время как Меркурий, например, делает это за 88 дней, как марафонец. Два калифорнийских астрофизика встали на путь проверки этой гипотезы, работая с коллегами, которые первыми заявили, что идея планетарного объекта за пределами Нептуна правдоподобна. По иронии судьбы, по их собственному признанию, исследователи первоначально работали над моделью, которая должна была опровергнуть, а не доказать существование планеты Икс. В конце концов, расчеты подтвердили идею наличия планетарного объекта за пределами Нептуна. Однако расчеты говорили ни о чем другом, как об объекте такого размера, который способен поворачивать орбиты других объектов на целых 90 градусов, и таким образом обеспечивать их необычную форму. В статье 20 января 2016 года во влиятельном Astronomical Journal Браун и Батыгин впервые выдвинули гипотезу о том, что планета Икс должна быть вошла в область пояса Койпера около трех миллионов лет назад, и что это могло быть вызвано гравитацией газового гиганта Юпитера, девятая планета в поясе Койпера. Пояс Койпера представляет собой кольцевую область за пределами орбиты Нептуна, которая находится на расстоянии от 39 до 48 раз больше расстояния до Земли. Это означает среднее расстояние между Солнцем и Землей, которое составляет около 149,5 миллионов километров. Самый известный объект пояса Койпера, который находится на внешнем краю нашей Солнечной системы, это Плутон. Ледяной и темный регион известен множеством интересных астрономических объектов. Например, известно, что из пояса Койпера происходят многочисленные кометы. Однако из-за большого расстояния до Земли и очень слабого отражения солнечного света объекты в этой области Вселенной трудно наблюдать. Это также является причиной того, почему планета Х до сих пор оставалась скрытая человеческого глаза. Недавние открытия в поясе Койпера включают ряд карликовых планет по размеру схожих с Плутоном, что в конечном итоге стоило ему статуса планеты на печально известной конференции Международного астрономического союза. Итак, как же можно объяснить существование планеты Х? Вдобавок следует еще раз вспомнить историю Нептуна, который, тем не менее, был предсказан несоответствием орбиты и затем обнаружен. Но и на сам Нептун влияют искажения своей орбиты, которые нельзя объяснить одним лишь Плутоном. В конце концов, карликовая планета имеет слишком маленькую массу, чтобы явно влиять на орбиту Нептуна в таком масштабе. Но Нептун – не единственная планета, пострадавшая от таких пертурбаций. Помимо Плутона вокруг Солнца также вращаются различные объекты с очень необычными орбитами, которые должны быть объяснены гравитацией другого, пока неизвестного объекта. Вот тут-то и появляется планета Х. Ее гипотетические размеры, масса дают правдоподобное объяснение расхождений в поясе Копера и за его пределами. Считается, что орбиты ряда более мелких объектов объясняются наличием новой планеты. Орбиты этих объектов имеют тенденцию образовывать агломераты или скопления. Это можно объяснить только силой тяжести более крупного объекта. К указанным объектам относятся такие объекты, как Седна. Расчеты Брауна и Батыгина предполагают, что планета Х является ледяным гигантом с прогнозируемой температурой поверхности минус 226 градусов Цельсия. Она также должна иметь орбиту в форме большой полуоси. В поисках первой фотографии Доказательства существования планеты Х по-прежнему основаны на расчетах математической модели, которые почти наверняка верны, но еще не дают нам конкретного представления о появлении неизвестного старшего брата. Однако ожидается, что ситуация скоро изменится, и исследовательская группа уже объявила, что технических возможностей сейчас достаточно для того, чтобы лучшие телескопы в мире смогли обнаружить девятую планету и сделать ее первый снимок. Например, на это способен ТЭС – телескоп, разработанный НАСА для экзопланет. Для этой цели будет использоваться новый метод, известный как метод сдвига и наложения. При сдвиге и наложении сначала определяются возможные орбиты, по которым объект может двигаться. На следующем этапе определенная точка в небе наблюдается с помощью космического телескопа в течение нескольких недель и согласовывается с учетом рассеянного света от различных объектов. Для этого делаются сотни изображений участка неба, которые затем складываются, что позволяет рассчитать количество света от потенциального объекта. Проблема неизвестных объектов состоит в том, что они слабо отражают солнечный свет, и поэтому их чрезвычайно трудно идентифицировать простым наблюдением. Далее возможный путь объекта проверяется дальнейшими наблюдениями. Этот метод оказался чрезвычайно полезным в астрономических исследованиях для обнаружения объектов в сфере влияния Нептуна. В недавней статье Грегори Лафлина и Малины Райс из Ельского университета изображения экзопланеты с телескопа НАСА ТЭС были использованы для перехвата сигналов от нескольких транснептоновых объектов. Теперь исследовательский мир надеется наконец получить снимок все еще невидимого земного брата. Хотя в исследовательском мире нет единства и есть критики концепции планеты Х. Браун и Батыгин уверены, что она должна существовать. Сам Батыгин оценивает вероятность существования в целых 99,9%. Теперь дело за астрономами. Сделать первую фотографию и присвоить ей название, поскольку названия у новой планеты пока еще нет. Это хорошая традиция называть планеты в честь богов из римской мифологии, как это было с предыдущими планетами. Но независимо от того, как данная планета будет названа, охота за ней уже началась. Астрономические поиски планеты Х продолжаются, а вместе с ними и дискуссии о том, как она может выглядеть и какими свойствами она может обладать. Нас особенно интересует мнение наших зрителей, что вы думаете о планете Х? Считаете ли вы представленные доказательства правдоподобными или сомневаетесь в них? Как вы думаете, как могла бы выглядеть планета Х? Как вы думаете, есть ли в нашей Солнечной системе, кроме этой, другие неоткрытые планеты, которые до сих пор остаются скрытыми? Пишите нам в комментариях.